Всем привет! Это D2CL, девятый сезон. Мы начинаем очередной игровой день. Сегодня три матча формата БУ-3. Начинаем, кстати говоря, с очень сочной игры. Lil'Gun против команды Gambit. Меня зовут Лекс. Вместе со мной сегодня Crystal May. Crystal, привет! Здорово, здорово, Лекс. Здорово, чуваки. На самом деле, правда, наверное, лучший матч вообще на протяжении сегодняшнего дня. Возможно, и вчерашнего дня, честно говоря. Смотрел я оба этих коллектива на протяжении вчерашних противостояний. Lil'Gun просто супер-мега. Лапушки-хлопушки. Покорили мое сердечко. Обожаю теперь, короче, монголов в доте. Ну и, соответственно, в случае с Gambit'ами тоже команда всем прекрасно понятная и известная. И вот сейчас, типа, вы будете, ну, офигевать от того, что Lil'Gun'ы могут на одном уровне совершенно спокойно выступить, на мой личный взгляд, с Gambit'ами. Вообще забавно. Я за Lil'Gun' смотрел уже давно, потому что мы же Азию комментировали с Force'ом очень много. И в целом эта команда среднячок второго дивизиона. Они не претендовали на выход. Они и сейчас идут где-то третьей, четвертой, то есть снова не претендуют на выход. Там Талона, единоличный лидер. И команда из Азии врывается в наш регион и оказывается такой сильный. Меня это пугает, что среднячок второго дивизиона обыгрывает многие команды, которые во втором дивизионе потенциально должны там прийти давать на выход в первый. Ну, те же Gambit, да, которые 2-0 сейчас идут. Матч принципиальный, я считаю. Если сейчас Lil'Gun' обыгрывает Gambit, то это показывает, что наш регион, видимо, не считая Тер-1 сцены, просто несостоятельный. Ну, лично мне так видится. Что это за прикол? Пришли монголы и всех разваливают. Так не должно быть. Пока у них тоже 2-0, только одну карту они проиграли. Вчера они, крайне уверенно, выступили. Закончили 2 катки просто буквально там за 20-30 минут. Первую карту они снесли все внешние этого раза 16. Что как бы в нынешних реалиях, да, особенно СНГ реалиях, где вообще медленная дота, где до 30-й минуты вообще может ни черта не происходить. Здесь, в свою очередь, реально пацаны просто берут селекантропов, берут себе ДК. Вот ДК, гамбиты молодцы, что забанили, потому что они уже, очевидно, смотрели, с чем играют Лилганы. Их вот дефолтная заготовка — это брать ДК-шек-ликантропов и пушить просто в тупую. Иметься героев, которые способны просто очень быстро раскрываться и взаимодействовать все вместе, именно в пятером, и выносить очень-очень быстро. Здесь уже у Лилганов имеется в виде пуш-потенциала Ликантропа и Death Profit, добавили немножко тимфайта в виде Марса с Гримстроуком. И надо что-то, наверное, еще возможно придумывать против Кеоса, который последним появился у гамбитов. У гамбитов чисто вот тимфайтовый и очень хороший лайновый набор. То есть это супер-мега-сильные лейны СНК Мирана и Андайн Кеос Найт, которые обычно чувствуют себя очень хорошо и комфортно. Ну да, слушай, по банам ты реально прав, ты кипер в Злай тоже, это был герой, которого ребята вчера использовали, ну и ДК, и Тинни, ты уже сказал. Притом это был Тинни, не который там играет с Ликаном, с Аганимом, это Тинни такой магический, с Дагоном, с Эзериалом, что вообще не часто можно увидеть позиции мид. Я смотрю, я даже не верю своим глазам, что с миды такой Тинни вышел. Ну, связано это с тем, что там ласпиком заехала ВР, и против ВРК не было ничего, то есть не было никого макроскаста, поэтому Тинни собрался полностью в макроскаст, из-за того, что, ну, единственный, кто мог решать проблему с ВРК. Суть с котлом, соответственно, это неудивительно, потому что, я вчера был скорее удивлен, потому что не банился котел, дважды у Лилганов он оказался в ростере, и это очень тупо, потому что котел сейчас пермабан и в СНГ, и в том числе, и это суперсильный герой, и очень странно, что, в принципе, его отдавали кому-либо, ну и Лилганы его использовали очень хорошо, у них четверка очень потная, очень сильная в этом вопросе. И они убирают Бэтрайдера, убирают, соответственно, Лишака, героя, которые, опять же, очень хороши в том, чтобы отпушивать, я считаю, что, в принципе, все еще у Гамбита довольно маловато ресурсов для отпуша, да, есть стрелы, да, есть песок, но это фигня, хочется чего-то дальнего, хочется чего-то такого типа, о, Лина, интересно. Ну вот хотелось Лину, честно говоря, Гамбитом, мне кажется, потому что хочется чего-то на пуш, потому что как только на тебя сядут все эти волки и компания, ты будешь в печали, тебе нечем нормально откидываться, откидываться чем-то надо, и вот Гамбитом стоит что-то придумать. И Лина ведь это тоже пуш, я просто пытался понять, какой герой под пуш дополнительно возьму, то раз у ребят такая стратегия, и Лина очень может эффективно пушить. Лину тяжело на миде будут закрыть, то есть какого героя ты придумаешь, чтобы Лина там отстояла плохо? Это хороший просто open-герой, да, когда ты не знаешь, что будет против тебя, пикаешь. Может, ВР-ка это самое? Вот, кстати, ВР-ка это ответ на Лину обычно, учитывая, что уже мало героев остается. Фига знает. Я на самом деле немножко недоволен тем, что они Баншу решили сместить, потому что мне, ну, понятно, что это очень сильно вырезает потенциал Банши с точки зрения пуш-потенциала, да, вот этого самого, того самого, который необходим Лилганом. Но в целом Лина тоже неплохо, этот вопрос в ноль. Возможно, они как раз взяли Лину, чтобы украсть Лину у Гамбит, да, чтобы у них не было этого героя, который очень хорош в отпуше, который довольно активно может передвигаться по карте за счет тревелов ранних. Что ж ты теперь Гамбитом-то придумал? Ну, они могут, конечно, и Сен Кинга поставить мид, прям ход конем сделать и какого-то еще героя на сложную добавить. Против Ликана что? Бладсикер какой-то работает, но тоже непонятно, готовы ли Гамбит его брать. В смысле у тебя Киоснайт же? А, Киоснайт тройка ты имеешь в виду? Да, куда угодно ЦК можно ставить. Бладсикера можно на мид поставить на сложную. Да, да, ты прав. Ну, мне кажется, было проще Ликана забанить, вот честно. То есть, окей, классные баны, ты говорил, Драгонайт, а Ликан, мне кажется, это ведь центральная фигура в этом драфте. Неужели вместо Драгонайта не проще было Ликана забанить, раз это такая сигнатурная, сигнатурный герой. У Лилган, по факту, пару сигнатурок, прям помню, это Ликан и Бруда, вот прям герои, которыми они шпилили уже на протяжении, там, полугода, как я за этой командой слежу. Странно. И Бладсикера для Афтерлайфа, ну, ок, ок, мне кажется, пришлось костыли какие-то Гамбитом тут делать. А что Винлайн думает? Какие там вообще коэффициенты? Сейчас я скажу, там 1.68 на 2.10, ну, Гамбиты являются, очевидно, фаворитами, вот. Странно, серьезно, Гамбит-фавориты? Да, Гамбит, ну, в них, я думаю, вера просто больше с точки зрения нейма, да, то есть, мало того, честно говоря, сейчас, смотря на драфты, я понимаю то, что у Гамбита все еще, все довольно неплохо, да, то есть, Бладсикер это та самая фигура, которая говорил с точки зрения того, что им нужен был герой, который хорошо отпушивает, это герой, который неплохо отпушивает. Им нужна была, да, очевидно, закрывашка, в том числе, против Ликантропа. Из минусов, что мне не нравится с появлением Бладсикера, это тоже довольно гридово все, да, то есть и Кеос, и Бладсикер, и Сен Кинг нуждаются в каких-то артефактах, и они не настолько хорошо скалируются в мидгейм, есть сравнение, условно говоря, с тем, что имеется у Лилганов с точки зрения активности, потому что здесь у Лилгана просто супер-мега-офигенный тимфайт, сейчас вырисовывается уже буквально вот, там, с 12 минуты, и что-то подобное будет довольно сложно остановить. Но в целом мне нравится этот другой драфт, они оба рабочие, оба способны друг друга переиграть, на мой взгляд. Вот, ну а также напомню, что 2000 ребят вас ждут по трансляции, по банарочку Минлайна, ну это же, можете совершенно спокойно пользоваться. Я не уверен в Сен Кинге, то есть я предложил этого героя, но я уже видел матчапа Сен Кинга и Лины, и Сен Кингу тяжело, потому что в его песок Лина может попадать с двумя способностями, понимаешь, да, то есть ты вроде в невидимости, а Лина тебя и застанет, может, и задуть, это несложно сделать. И вспоминайте матчапы, обычно там Сен Кинг наедался. Если еще получается, что Лины выигрывает битву по вардам, и там еще есть вижен, то Сен Кинг, он прям терпит очень сильно. Ну посмотрим, посмотрим, что выйдет. Сен Кинг в целом, это сейчас метовый герой, на позицию 3, на позицию 2. Я, честно скажу, несмотря на все коэффициенты от Минлайна, на первую карту прям уверенно засмотрю пользу Лилгана. Ну посмотрим, как оно будет. Ну, я бы сказал, что очень сильно зависит от линии, да, то есть если нормально гамбиты линии отстоят, то в целом у них будет чем сражаться, это самое главное. Вот, потому что у противника, да, например, Лилгана в предыдущем Best of 3, у них просто не было варианта нормально отпушивать, варианта нормально защищать ТВРА. Поэтому они очень быстро все проиграли, вот, а здесь в целом, ну, смотрится достойно. Есть чем, что называется, бороться, вот, ну и очень сильно все будет зависеть, конечно же, от первой и второй катапульты. Если за эти тайминги первой и второй катапульты у пацанов из-за Лилгана получится забрать, там, две вышки, например, это уже будет значить очень-очень хороший потенциал к тому, чтобы закончить игру с его пользой. Да, да, да. Стан залетел, стрела полетела, цель плохая, это Марс. Да. И брони 700 хп, его не убьют никак. И что по рунам? 2-2, 2-2 по рунам, минимальные размены по мане. Правда, там, смотрю, у Пантомема, что-то его прижарило тут ДПшка. Ну, опять же, да, ДПшка вкачался сифон, с одной стороны прикольный спел для того, чтобы постоянно размениваться по хп, с другой стороны, КД сумасшедший. То есть, ну, настолько здоровый КД, что тебе не в кайф его брать на первом левле. Даже на четверке. Вот. Потому что, в целом, можно было бы взять себе с вармой и таким образом постоянно харасить Пантомема, того же самого из Малин Найта. Так, пошло, пошло, пошло. На лево на станчике полетели. Больновато, конечно, не настолько, насколько Пантомема больновато. Особенно сделать то, что у него закончился один с дикеев, и он чуть не сдох там. Так, ну, на миде, что тут у нас? Сентри, пока у ребят есть, Сент-Кинг песочек уже прокачал. Первый песочек не суперэффективный. Он там очень маленький радиус имеет, и КД еще 40 секунд. Поэтому, как и я ожидаю, Лина себя будет чувствовать великолепно. Но битву у Сентри будет тяжело выиграть. Сент-Кинг пока просто не ставит вижен. Драгонслейвом по Сент-Кингу не попадает. За рейнджа добивает Сент-Кинг тебе нормально. Ладно, на боковой клеениях будет повеселее явно. Кримстрок плюс Ликан. Минкс Велла в собаку и собака там за Мирана бежит. А когда собаки еще станут невидимыми, там вообще будет жестко. Мирана просто не поймет, когда элит нажимает. Ты не видишь, что цель с Минкс Веллом уже на тебя бежит. Угу. Ну, это связка, да, доисторическая и реально роляет. Она еще современный тренчного была хороша. Так, на топе у нас продолжение веселья. Дикей по двоим. Смайлен Найт на развороте. Пытается дать криты, там дэмэджа какого-то навалить, похилиться. Но, честно говоря, наваливает только ему пока что по щам. И фласку потребовал сейчас у своего саппорта. Смайлен Найт. Фишка. Пошла Тамба. Ничего себе, станы полетели. Есть фарик. Это единственное, чем можно отпиться спокойно. Еще и станчик отлетает от Элевана. Ну и все, типа это плюс Тамба. А нет, Тамбу заденяли, окей. И фестблат пантомем забирает. На Death Profit? Неплохо. Хороший начало на гамбит. Ну, радоваться пока рано, я честно скажу. Вы не подумайте, уже звучит так, будто я на Лилган зашел, там поставил. Да ты похоронил просто с самого начала. Понятно, пока ничего не меняется принципиально на этой линии. Марс нормально фармит. Марс и такой же фарм, как у ЦК. Естественно, ЦК Ондайнг это сильные линии. Естественно, они не должны умирать как минимум. Тебя Сулрип, у тебя тамбаут, у тебя жирная анданинка трусила творует. Так что это норм. Посмотрим, что будет потом. У меня, я говорю, больше пока расчет и надежда на мид, Лилган. Потому что, ну, я не верю. Вот, Кристал, что хочешь делать. Я не верю в Сент-Кинга против Лины. Я уже вижу, как... В общем, это мелажул просто, понимаешь? То есть, это мелажул, это чувак, который настолько хорош в вопросе того, как играть именно на милишниках, да? То есть, на Пангалере, на Сент-Кингах, на миде, что он стоял эти лайнапы уже тысячи раз. Он, очевидно, понимает, как его стоять и как ему его в салат не проиграть, а просто, ну, немножко подпроигрывать, да? Там, так сказать, на процентов 60 на 40, например, или 30 на 70. Но факт остается фактом, что если у него еще обменяемые саппорты, то они просто ему еще и настакают, и он через песочек все это дело камбэкнет. И все у него будет окей. Но ему не стакают. И вот сейчас еще и фс-бат возможно будет, да? Нет, не будет. Фарик пришлось отпить. В ПП уже было, ну да, да. В целом. Ну, sorry, sorry, my bad, да. Но в целом мы видим, что Патомем занят на линии постоянно, да? Патма тоже занята на своей линии. Никто не стакает Сент-Кингу. Это, по-моему, ошибка со стороны гамбит. Я, конечно, могу быть неправ. Стрела, кстати, на боте. Хорошо. Квадр рай тут даже. Автор ладь получает себе фраг. Ну, слушай. Линии постепенно начинают проигрываться лилганами. Мне считают, конечно, миды, где суперплотная и супербольшая лина выйдет и начнет себя раздавать. Ой, ликан, ну ты что? Потерял шлем. Это очень важный слот вот так вот в начале. Тебе, по факту, со шлемом просто не убить никак. Тебе даже никакие регены возить не нужно. А теперь ситуация чуть-чуть ухудшит. Чуть-чуть усложнится. Да, начинает гамбит и здраво. Две линии хороши. На центр приходит грим. Помогает, видимо, пробузить бутылку. Убивают андайинга на топе. Первый фраг для команды лилган. Получилось там через второй год с репьюк второе копье разыграть. Андайинга добить. Ну, для андайинга не смогу сказать, что это прям... Луз фраг. Он сейчас полностью ресов восстановит, вернется. Так что сейчас какие-то даже шмотки ЦК довезет. Нет, шмоток никаких нет. Покупает лишь смоук и просто возвращается на линию. На центре катастрофа. На центре все приближается к катастрофе. У Лины еще один центри остается. Нужно как-то центри Сенкинга убрать. Хотя пока в этом необходимости нет, потому что у Сенкинга есть свой центри, который, в принципе, обзор конкретно на мид, на речку дает. И Сенкинг пошел даже не стакать, а просто... Ой, тут еще и эти гуллимы. Да, неприятно получилось для него. Вообще не кайф. Ну да, да. Игра не очень хорошо складывается для меложил. Он опять же, да, кто-то рано или поздно... А что же стакать ему нормально? Ну это же просто мем какой-то. То, что творится сейчас. Тем временем умирает у нас Банша на топе Елай. Он тоже вполне вероятно отъедет. Стан, полетел. Окей. Переагрить бы вышку. Переаграли бы вышку. Хорошо. Погнали дальше. Глубяко. Дикей. Понеслось. ТП от Лины. Она не хочет никого здесь отпускать. Проблема в том, что Пантомен забрал себе килл. Мелли Найт не получил себе лоскита. Соответственно, сейчас еще и получит по щам. Станчик полетел. Но Лагун надо впиливать. Лагун надо впиливать. Стана нету. Стана нету. ЦК просто сделал тапаут. Лол. Кетка. Боже мой. 500 урона. У ЦК было 360. Даже со статус резистами урона похватило. Наверное, прям пощадил. Пощадил. И мана была. Но все было. С одной стороны, пощадил. С другой стороны. Опять же, самое главное, то что, да, ЦК сейчас выиграл нереальное количество времени. Он выиграл время саппорта, мидера. И сверху еще и прикончил Марс. Ну, короче, по кайфу максимально. Делал лучший момент для набить. Сейчас в верлигейме. И самое главное, освободил Меложулу немножко, да, пространство создал для того, чтобы тот, наконец-таки, немножко пофармил. Да, что мы понимаем. Сент-Кинг что с тройки, что с миды, я думаю, блингдайгеры сейчас ты хочешь покупать. Там трвала можно подумать, но мне вот блингдайгер там в десяток-одиннадцатом минуте намного больше нравится, что на позиции 3, что на позиции 2. Пока у Меложулу вообще какие-то арканы странные в Квивбайо, что вообще нетипично. Арканы на Сент-Кинге, на кор позиции. Так, прикол. Я просто по опыту просмотра Южной Америки такое не припомню. Да, меняется какие-нибудь энерджи-бустер на блинг. Теперь, понятно. Снизу Лекана душу, но Блатикер уровень 6 появился. Вот это неожиданность, да, что, окей, по игре было понятно, что Блатикер будет душить, но то, что на линии Лекан так будет тяжело стоять, я вот не ожидал, если че. Да, согласен с тобой. Ну, Хелм оф Иронвилл, короче, надо было нормально забирать. Да, может быть, я потруинил, реально. Реально. Арканы, центр на миде, санктите, под себя стань, шек, пошли. Ой-ой-ой-ой. Меня вот что смущает, то что это счет 2-6, конечно, там на ТОК, кстати, ЦК убивают. Так вот, счет 2-6, с одной стороны уже 3-6. Но с другой стороны почти все фраги получают саппорты. Вот это меня смущает. Потому что у Пантомнема 3 килла, да, и у Союша 2 килла. Конечно, богатая Патмая это приятно в доме, как бы хорошо, в хозяйстве пригодится, но таки, ну, такое, да. То есть, ЦК все-таки недополучил своих бабок за эти киллы, которые мог бы иметь, у него 3 ассиста, как бы, осталось. Ну и сейчас, кроме того, топ будет у него падать. Подозреваю, что дефить его особо не будут. ЦК прилетает на ботом, говорит Афтерлайфу, иди вообще занимайся чем хочешь, это теперь мой лайн, это теперь моя корова, я ее даю. Окей, топ упал. А Лилган пока без потерь оказывается, Лина видит Сенкинга, рядом на речке оказывается Игрим, руну просто контролят. Такая, малополезная руна, скажем так, для Лины на этом этапе игры. Ликан до сих пор пятый, блин. Да, Ликан пятый, но он все красава. Может он в лес уже пойдет, что он здесь стоит-то вообще, приколист. Серьезно, он же вообще не фармит, ты посмотри, сейчас там три крипа к нему подходят, а он в лесу бы вот там 6-7. Прикол еще в том, что он реально круто сыграл, когда он видел ЦК, который идет в лес. Он просто заблочил два компа одновременно парой волков. Тут, кстати, на миде была поставлена тамба, тумбочка не особо сильно работает, как мы видим. Ну, стоит и стоит, так сказать, от зоны. Или полтавора снесли, зато на миде. Позитивный момент для гамбит. Опа, забайтили на тамбу все-таки, грим пошел в бит. Посмотрим еще, кто кого забайтил, стана длинные. Сайланс, Лагуна, Союз. Шурно висит, типа он висит, все-таки убьют его. Пантомен пытается уйти, Ликан нажимает мало полезный, я бы сказал, даже бесполезный ультимейт. Чисто по парам. Он сейчас санитавра могут снять этот счет. А, ну да, 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 это реально все меняет. У Марса еще осталась арена в запасе, что позволит в случае, если пойдут сюда гамбит, дефиться, как-то поиграть. Мне кажется, они не пойдут. Это не имеет смысла. Но, наверное, был бы Сент-Кинг с Блингнайдером уже сейчас. То пошли бы. А так, конечно, только песочек. А вот и пошел подкапывать. Ничего себе, хлопец. Ну ты даешь, конечно. Ван Данга еще нет тамбы. Вот через 12 секунд, в принципе, можно было бы поставить, чтобы просто отзонить противника, да, для того, чтобы он точно не забрал тавер. Ну и мы видим, что Лилган и понимают, что им особо здесь делать нечего. Заходит в Рошана. Ну что, чекают просто Роша. Окей, видит Сикера. Точнее, не видит Сикера, она пытается его найти. Стрела шикарная прилетает под Эспрофитши. Элевен получает на себя Раптуру. Так они сейчас похоронятся с этим заходом-то совершенно жестоко. Посмотри, какая там бастает. Она просто тут всю драку контролит. Разбить ее просто невозможно. Минус 2 уже. Да, арену установлено, чтобы просто Марс выиграл немножко времени. И все, для себя. Чтобы в арене остаться одному. Жестко. Он думал, что он убьет здесь Сикера вместе с какой-то подкрепой. Но эта подкрепа получила стрелу в лицо. Это первое. Второе. Он сам получил Раптуру. Он сам тоже не мог ничего особо делать. Короче, довольно печальная ситуация для Лилганов. Не очень понятно вообще. Вот я вспоминаю их моменты в предыдущей карте, где они идеально понимали свои тайминги. И идеально понимали, что они должны работать сугубо по вышкам. Им должно быть пофигу на драке. Ну, что-то, короче, вот да. Вот сейчас вот этот вот фришный такой загул. Совершенно непонятно зачем. То есть то, что должен был делать Марс, если они решили не уходить с мида, это просто делать ТП на ботом тот же самый фармить себе Блинкдаггер. И не показывается, пока у тебя этого Блинкдаггера нет. Сейчас нарушаются тайминги, да. Тайминги для драфта, которые имеются у Лилганов, это самое важное. Гамбиты могут совершенно спокойно играть. В лейтем будет пофигу. А вот у Лилганов все должно быть расписано по минуточкам. И я считаю, что они уже проиграли по факту. У него тайминги, как у тройки по слотам. Вот в чем беда, это не Кэри. Это то самое печальное. Снизу. Атакует Марса. Эпицентр, стрела и минус. Я думаю, что это уже проигранная игра, если что. Нет, 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 пока еще нет. Ну, как скажешь, ну, я думаю, что проигранная. Так, заход у нас на Undying. Undying культанул здесь довольно плотный. Экзорцин пошел, Лагуна в двоих. Боже мой, как же больно. С Майленайту тот мансует при помощи армлета пошла. Раптурочка сладкая, боже. Минус 3 от Гамбит. Он на минус 2 от Гамбит. И еще можно по сексе. Аликан готов бежать в драку, но снова как будто опаздываю. Страшно, страшно. Да. Прямо неприятно. Там слишком много контроля. Ты не хочешь там летать. Тут типа стрела, подкоп. Там на ЦК. Вот эта вся грязь. Все это под блатерайтом. Там зарядят. Ме. Не, спасибо большое. Давайте не будем заниматься всей этой темой. Просто нажали шип-шип, чтобы пофармить аншей. Все хорошо. Но я тебе говорю, тайминги. Тайминги проигрываются. Еще одна, еще две, три таких драки от ГГ вообще полностью. Потому что они, имея уже на 12 минуте такой драфт, они ничего не сделали по карте. Совершенно ничего. Ну и ИСК самое главное сравнялся с Линой, да. Это тоже очень-очень большой звоночек для нас. Преимущество Каффе, что не понятно. Перестало расти. У Гамбита 3000 осталось и больше, пока оно не растет. То есть могли как-то Лилган. Ну Ликан перешел просто фарм. Он не в игре. Стрела в грима максимальная. Сенкинга цепляют в ответ. Сенкинг убивают. Солрипа не хватило. Он только второй. Профармливают Тамбу плюс 200 золота. Тампа уже замакшенная. Ага. Ну для Лилгана прям суперразмен. Смотри, они из Сенкинга забрали. Он дайинг просто выкидывает его. Мид готова отдать. На топ перемещается Мирана. Мод через Рапчер попытается разыграть. У Ликана нет ТП. Ой. Ну Afterlife вроде как пока прощает. Не идти в погоню. Ну, понимаете, что скорее всего команда успеет. Ну, в смысле Лилгана успеет перегруппироваться. Помочь, наверное, Ликан Топусу. Даже давить туда не имеет никого смысла. Да, очень-очень важный здесь момент с убийством Сенкинга. Опять же, самое главное, что они забрали товар после этого. Да, потому что очень долгое время не могли. Ничего с ним поделать. Мне не очень нравятся билдлины. Вот что я хочу сказать. Мне больше бы прикольнул бы дефолтный с БКБшкой. Тем временем у нас этот размен с саппортами. Он практически не имеет никого особенного значения. Да, просто с полами поменялись. Так вот, мне не нравится Линка. Мне нравится БКБ. Притом, тебе придется после Линки покупать БКБ anyway. Очень проблемно. Линка это классный слот, но только с блокинг-баром здесь. Одно и без другого как бы бессмысленно. Реально. Типа, что ЦК на тебя не прыгнет. Но окей, нажмет риф, все равно закинет стан потом или наоборот. Да, да. Там, типа, большая идея, наверное, в том, что очень много проблем будет у Ликантропа и у Лины из-за Раптуры. Да, и поэтому, типа, нужна Линка. Но, ну, потому что другого применения этой Линки я не вижу. Прострайк, типа, неприятный. Тоже еще Цинькинг прыгает. Ну, ну ладно, посмотрим. Я с тобой согласен. Мне кажется, БКБ здесь было более понятное решение. Линка такой небольшой риск. Макетский, Миложилу, понимает то, что он ревильнулся. Поэтому сразу же в Линкайце просто в пустоту дает стан по Лине. Нужно замедлить ее хоть как-нибудь. Почему не было стрелы все это время. А вот и стрела, шикарная работа. Ну, и представим, что тут была бы сейчас Линка. Вот что бы изменилось. Вот была бы сейчас Линка. И представим, что если сейчас было бы ПКБ, то Клина бы развернулась там еще, надавала бы по щам. Так, на Торке у нас Сикер убивают. Ничего себе. Что это такое? Что ж ты тут умираешь еще? Почему ты здесь фармишь? Не, ну, это, конечно... Вот мы с тобой думали, что, возможно, это лучшее противостояние за сегодня уж точно. Но, честно говоря, качество игры вот последние где-то минуты пять таки ужасает. Ну, да ладно. Ну, слушай, это Тир-2 Дота. Тут не стоит прямо ожидать сверху. Мне, например, нравится смотреть. Мы за 15 минут увидели уже сколько-то фрагов. 23. Да-да, очень много. Это правда, это хорошо. Просто порой мужики творят какую-то лютую дичь. Но, все. Нормально, нормально. Нормально, давай, давай, поехали. Предцентр на 11 взрывает. Просто марсианин нам остально больно, неприятно. Союз получает лосхит. В очередной раз у нас просто посмотрели количество киллов на саппортах у Гамбит. Это лютая жесть. Да, и на самом деле у Лилган, посмотри на эту фрагу. 6 киллов у Мираны. Ну да, но Деспрофич хотя бы будет пополезней. Давай, если будем честны. Так, пойдем взрывать фишку. Фишка с гостом. Идет до конца. Рапчур, на Ликан, на Ликан. Нужно остановиться. Остановился, а Afterlife избивает. Лина получила дабл стан. Там очень важный момент. Лина отдалась на вен. Просто Ликантроп еще и погиб. А он-то здесь что забыл? Ну да, это все. Это, короче, здесь строй пошел. Не, ну Лина, руинит, блин. Ну какая венка, ё-моё. Ты что? Ты что не... Там 500 возможности сбить Линку. Ну просто 500. Ты такой думал, блин, ну там Рапчур или Роустрайк. Ну там и Рапчур. Ну дадут тебе Рапчур в Ликбу, дальше залетит под ком. Ты без БКБ. Он не может в драке. Все, Лина не может в драке сделать ничего вообще. Юзер с герой. Но все, что он сделал в этой драке, это ломал Тамбул. Ему за это ломали лицо. Смотрите, два урона от Лины, ну, меньше штук у Марса у него будет. Как бы... Что-то здесь... Заренуемся, да? Это такое все соревнование, конечно, получается. Ну, уже да, тяжело будет очень. Ликан по таймингам до сих пор без второго домика на 17-й. Это Ликан-1, самая главная проблема в этом. Ну ладно, короче, даже нечего обсуждать. Я говорю, они сломались от тайминга, и это очень тяжело дальше. Камбэк это такое. Влет у нас на Баншу, Баншавт, Таверну. Нет, да? Да, Баншавт, Таверну, но... Санкиф, Таверну и Деспрофит, Таверну. Ну, плюс там база фармленная. По денежкам очень много. Смотри, там за Санкинга 406 плюс 177 и там по 200. То есть по денежкам прям классно. Дождалась Лина, да, когда забайтился кто-то на ее тиммейтов и потратил все станы не в нее. Ну, то есть, если шанс, да, на то, что Лина выигрывает эту драку, это если на нее никто не обращает внимания вообще совершенно. Ни один спелл в нее не летит, ни один контроль в нее не летит. Тогда она выигрывает драку, тогда она молодец. И тут Смоке, смотри, знает, что Санкинга. Нет, с другой стороны, Томаегис. Но убить вот саппортов, Андаинга уже палит. Врывается Марс под X-VL, X-VL взрывается. И... убивают. Поставили текшен. Лабый смог, очевидно, да? Пятерка ни на что просто. Ну, это лучше, чем ничего. Ну, а кого они могли найти с ЦК? Я не думаю, что это была бы хорошая идея. Блотикер, ну да, Блотикер, наверное, была лучшая цель в тот момент. Мирана... Хотя у Мирана, слушай, у Мирана-то, наверное, стрик доваляется. Ее же не убивали давненько. 7-1. Я вот не помню, когда Союз умирал. Но потенциально на нем очень много денег. Мы сейчас понимаем, что вот эти сфраги очень много дают. Особенно, когда у тебя стрик нежелательно умирать. Философский камень выпал. Отлично. Хоть как-то Undying сейчас денежки будут получать. Хотя у них уже есть все. Бутсов Берин прикол. Прикольный слот. Да, интересно, но я не очень понимаю, зачем так рано. Потому что обычно ты просто нажимаешь все свои драмы, а потом уже... Ой, болеть, что-то линька не сработало. Это как-то не сработало. Почему это интересно? О, боже мой. Не, ну я... Короче, я в Тильте от Лины. В максимальном уровне. Так, Алаван. До свидания. Туда же. Эйс. Эйс, ушел. Хорошо. Даааа. Меня больше пугает, что Лина даже не задумается покупать себе БКБ. Она такая, ну ладно. Типа, похер, буду набирать урон себе дальше. Кайфовать. Но, а толку от твоего урона, Крисло, если ты не бьешь? Типа, не стоишь в стари. Нет, это полный бред, я тебе говорю. Это просто... Так, мне не нравится и линька, бэкб, и линька, все что угодно плюс. Типа, что дэмэдж, что не дэмэдж. Один фиг, ну типа, это просто ну руина, а не билд. Потому что линька БКБ, это означает, что у тебя дэмэджа нет. Келснает, кстати, ва, два пали. Сняли с него Аегис. Сбороу, страйк. Миложолыча. Много дэмэджа. Паликонтроп, Паликонтроп. Пытается убежать. У него это получается. Зонот Б, где Раптура? Раптура в КД? Раптура в КД. Ну, посмотри, пластикер нарезает, нарезает круга. Снизу просто заходит со спины. Говорит, здорово, как дела? БКБшечка у меня имеется. Поэтому я совершенно спокойно, в отличие от тебя, Алина, могу воевать. Невероятно, да? Офигеть. Просто затыкали ее руками. Говорит, мы даже с тебя линку снимать не будем. Так чисто одетый. Ну, на Санкинга, можно сейчас. Увистин Кинга убивают. Блодрайт от Афтерлайфа. Афтерлайфу просто не остановить. Машина, которая убивает все, что видит на своем пути. У него Смелинайт состилил просто фраг рифтом. Это моя еда. Отдайте. О, не, ну это просто тить. Я не могу с Алиной, серьезно. Ее просто забили руками. И все. И она ничего сделать не может. Потому что у Блодстикера есть БКБ, а у нее есть линка. И вот оказывается, что ее просто можно бить в руки. Ну, 75 деможи. 75 деможи за драку в герою, у которого 8000 на твурсо на 20 минуте. Это что вообще такое? Куда я попал? Ой. Да уж. Хотя, я вспоминаю Азию. Санкинга, ты так-то нормально шпилил в доту. Вроде как к нему не было. Они все круто играют. В этом-то вся и проблема, что они круто играют. Они вчера показывали очень хороший геймплей. И я не знаю, что они и дальше будут показывать. В этом-то вся, как бы, ощущение печали. Потому что ты точно знаешь, что эти пацаны умеют и могут. Дают хору пока, короче, ребят. Угу. Гамбитом. Но гамбит все очень близко к победе. Пуш потенциал у них не самый лучший, да? Герои прям не супер пушащие. Но нормально справятся. Там ЦК нажмет фантазм. Блаттикер вроде ручками может как-то уже понемножку бить. Блаттикер у нас такой своеобразный кэрри. Даже за билдом смотреть. Бывают блаттикеры там всякими атосами. А тут чисто такой кэрри БС. ВКБ, дальше Штоублейд и путь отрезать и дальше. Ликан, второй доминатор. Где его крип? Пока только сатир. Неужели... На оранжевом слоте. Разогнали с тобой не на шутку. Я смотрю, с тобой тянут первые карты. Ну, утречка, утречка. Хорошая пришла. Я так встал. Давай, самое то. Так, ну чё? Может, Гамбит и продолжат как бы заканчивать эту игру? Потому что уже все есть. Да, БКБ на Смаринайте. Опа! Опа! На боте. Линку снял, рифтон. Ничего себе! Оказывается, и так можно. Ну, справедливости ради, тут и БКБ бы не спасло, потому что... Там только если каким-то образом Лина бы на стан успела отреагировать, потому что ЦК была в невидимости, нажала бы на БКБ. Но тут как бы без претензий ЦК просто вышел. Ну, или Гуд дропнул. Да, это другой вопрос, что она так легко дропается здесь. А Деспрофит гонят. Ставится там БА. Деспрофит нажимает экзорцизм. Но это все без Лины будет. А Андайнга решили просто продать. Андайн... Да ладно, он еще и живет. Он еще и живет. Урна Солариф, офицентра от Сенкинга. Минус 2 мгновенно, и остается 11. Залетает стрела прямо в арену. И минус 4 делает команда Гамбит. Ликанов этой драки не было. Не было. Не было. Но, что из позитива у нас имеется, это отсутствие коэффициентов на эту карту. Но на вторую карту 1.65 на 2 и 10. И все еще вера в Гамбитов высока. Они молодцы. Все еще нормально. Винлайн в этом вопросе право. Но и напомню, что имеется баннерчик. Так что совершенно спокойно юзайте. Вот. А мы смотрим на Т3 вышечку на боте. И никаких 2000 фрибата, к сожалению, Лине не поможет. Потому что, если даже добавить ей 2000, то, по-моему, максимум, что она сделает, это Shadow Blade. Да, фарм остановился просто у Лина. Да и, честно говоря, Ликан, не сказать, что много фармит. Дальше Кираса. Пока глобально это не изменит. В ход игры появление Кирасы, Уликана и Shadow Blade у Лины. Ждем Рошана. Минутка до потенциального его появления. У саппортов. Давай посмотрим Гамбит. Мирана Соляра, Спирит Весел. Undying. Ну, после Худсов Берлин пока ничего не купил. Да, ему не то, чтобы сильно что-то надо. Ему левел просто хочется, да. Для того, чтобы, наконец, доехать там до 25... Точнее, до 15-го, до 20-го. Скорее всего, это, правда, уже левела мы в игре у него не увидим. Но она закончится раньше. Так, ну и БКБшечка от Сенкинга практически готова. Я думаю, в целом можно уже, ну, идти форсировать события, да. Потому что 3 БКБ на Гамбитах по факту гарантируют. То, что ты выиграешь в файте, если ты их нажмешь. Ну да, да. Очень сильная драка. То есть у Лилган драка не становится сильнее. В то время как Гамбит просто нереально опасные герои. Находят с Энтити. Линка дропается. И поцелбаян. Платикер в БКБ просто нарезает. Ну, на все наплевать. Лину уже потеряли. Платикер под экзорцизмом. На самом деле больновато Афтерлайфу. Афтерлайф. Придет Ликан за Афтерлайфом. Нет, разворачивается Ликан. Команда в спине умирает. Андайинга пытается хотя бы убить. Андайинга умирает от сформа. Но ИЦК под иллюзиями. Эпицентр от Мелажуа. Минус 4. И наконец-то ГГ. Да, хватит уже этих мучений. Очевидно, стратегия не сработала. И это тот пик, где если уж не пошла стратегия. И как вы уже проигрываете там 15 тысяч плюс. То лучше сдаться и идти на Next. Победа Гамбит. Да, для меня неожиданно. Потому что у Лилган был хороший драфт для того, чтобы эту карту забирать. Но сами видите, некоторые обстоятельства, почему это привело к поражению. Ликан, который линию плохо отстоял. Ну и Лина, которая с суперсильной линией выбирает вот такие вот очень... Очень странный предмет, который никак не запустил его команду. Я думаю, вообще игра до нее в какой-то мере очень серьезно потрепалась в тот момент, когда она сделала вот этот ТП на топ. Когда она пыталась Марса спасти, да, и забрать ЦК. И не смогла его убить. И таким образом вот эта лютая душка Центкинга, она закончилась. Постепенно Центкинг начала управляться. И Лина потеряла свои тайминги. И вышла, кроме этого, в ПТ. А типа, то есть можно было выйти в Трэвел АПКБ. И таким образом ты бы максимально, да, инвестировал в то, чтобы по всей карте начинать устраивать какой-то движ. И, соответственно, выигрывали для своей команды эту карту. Потому что Ликантроп, очевидно, был уже не очень хорош. Ну и мы отправимся, да, сейчас на паузу в ожидании второй карты, я думаю. Давайте, 15 минут, ждем вас на драфтах. Не уходите далека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!